Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Новый проект на Пилот-радио. В эфире прямо сейчас. Я Марина Семенова, а также мои соведущие Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВ и Павел Хилько, основатель детского клуба Верхтормашками, арт-педагог. Мы рады приветствовать вас. Добрый день. Здравствуйте. В программе «Время и дети» будем знакомить вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать и чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это будем выяснять из программы в программу вместе с нашими слушателями. В первом выпуске решили разобраться, чем мы, взрослые, отличаемся от детей. До эфира, конечно, мы собирали мнения наших детей. Обязательно познакомим вас с мыслями подрастающего поколения. Узнаем, что дети думают о нас, о взрослых. В конце программы обязательно оставим время поиграть. Игра будет призовой. Не пропустите. Телефон студии 787710. Разыграем мы книгу «Острова». 16 проектов свободного образования. Звонить прямо сейчас не надо. Просто напоминаю номер телефона. Звонить нужно будет позже. Итак, главный вопрос нашей сегодняшней программы. Чем же взрослые отличаются от детей? Для начала предлагаю именно нам самим, наверное, для себя ответить, для чего мы все-таки задаемся таким вопросом. Что нам дает понимание отличий? Понимание отличий нам дает возможность взаимодействовать с детьми и двигаться с ними в образовательном направлении, в образовательном ключе. Делать так, чтобы детям было удобно, комфортно развиваться рядом с нами. И выбирать какие-то им свои пути, направления, движения и так далее. То есть то, что мы им предлагаем, мы должны четко понимать о том, какие особенности у детей. От отличий от нас, взрослых. Потому что чаще всего мы думаем, что они такие же, как мы, только мы. И требуем столько же от них. Да, и требуем так же. В таком же режиме. А выясняется, что они нескольким образом другие. И мы проводили антропологические исследования. Не мы проводили, мы брали за основу антропологические исследования. И из которых видно, что дети обладают некоторыми особенностями, в отличие от взрослых. Первая особенность, которая выявляется и видна сразу, у них очень много, они делают очень много попыток для того, чтобы познать какой-то объект, явление и так далее. В отличие от нас, взрослых, которые мы не можем себе позволить сделать столько много попыток, мы делаем одну, две, три попытки, основываемся на экспертном мнении и принимаем, соответственно, решение и получаем какую-то информацию от этого. Дети же делают много-много попыток по поводу одного действия и смотрят, что происходит. И анализируя результаты, они, соответственно, познают мир и познают его особенности. В, скажем так, в настоящем виде. То есть не по мыслям людей, а в реальности. Вот. Я могу только уточнить здесь, да, дополнить, как бы, да, сказать. Я думаю, что самый главный вопрос не в понимании различий, а в понимании того, что мы, в принципе, разные. То есть, ну, различия в процессе находятся, понимание находится, всё остальное. А вот если взрослый поймёт, что ребёнок всё-таки не взрослый, то он начнёт уже и пути искать другие и создавать обстановку, атмосферу, ту, которая соответствует этому ребёнку развитию его личности и талантов. То есть нельзя совершенно приравнивать взрослого к ребёнку. Поддержу абсолютно это мнение. Вот. Есть ещё особенность у ребёнка. Когда он исследует мир, он, ещё раз подчеркнём, что он обращается к непосредственной реальности. То есть он не выслушивает мнение какого-то авторитетного лица, педагога там или родителя, да, по данному вопросу. А он пытается изучить этот мир самостоятельно. То есть на практике пробует всё. Да, да, да. И это позволяет ему получать информацию уже от того мира, который есть сейчас. Не брать её из предыдущего поколения, а получать её для своего поколения. Вот. И есть третий момент, который тоже сильно отличает. В том, что картина мира ребёнка, она открыта. То есть она не закончена, в отличие от взрослых, которые считают... Он пока не знает границ. Да. У него нет структурных наложений, грубо говоря, которые вот у нас уже... Взрослый считает, что он знает мир. Примерно. В примерном приближении. Где горизонт. Да, где как жить, примерно он понимает. Как себя ограничить. Да, да. Не натворить глупостей. А у ребёнка этого понимания нет. То есть он этот мир дополняет. Дополняет, 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 дополняет. И только с определённого момента, когда эта картина сложится в какую-то готовую конструкцию, замкнутую там или каким-то образом ему достаточную, только тогда возникает эффект как бы стабилизации, как бы замораживания этого пространства. И в дальнейшем она меняется очень слабо. По чуть-чуть, помаленечку, в каких-то только аспектах. Целостная картина у взрослого так и остаётся, как вот у него есть. Только если взрослый сам начнёт её разрушать у себя, переделывая. Вот, и добавлю только, вот не имея тех границ, это вот прямой живой такой опыт, да, пример каждого, когда ребёнок, вы его пытаетесь сказать, это нельзя, это нельзя. А он делает и делает и делает. Он хочет понять границу дозволенного вообще. Испытывает нас. Да, но опять-таки некоторой строгостью в некоторых местах мы просто начинаем его рубить, этого ребёнка, и ставить ему ту именно структурную сетку, которая у взрослого потом и закладывается. А если в некоторых местах отпустить, где это реально возможно, да, ну, где не угрожает его здоровью, потому что это самое важное здоровье, то вполне возможно, что он границы свои настолько разовьёт, а может быть их вообще не увидит границы, что он уже на уровень в своём возрасте будет выше любого взрослого, в некоторых вопросах компетентнее, интереснее, и какие-то предоставлять ответы на вопросы, которые взрослые там пытаются решить с помощью геометрических каких-то прогрессий. То есть ваш совет в чём? В том, чтобы не всегда жёсткие рамки выставлять ребёнку? Давать возможность свободы? Ну, конечно, мой совет, вот как бы сейчас работаю над эмоциональными состояниями, мой совет, чтобы не навредить, нельзя запрещать ребёнку, если это ему вредит эмоциональному состоянию, здоровью или ещё что-то, да, и, тем не менее, кое-где я считаю, что всё-таки надо придержать его аккуратно, если вы видите, что это может быть угрозой его здоровью и, не дай бог, жизни, вот. Остальное, да, ребёнок пусть пробует, пусть разольёт краску на пол, да. Обстригёт собака. Ничего, вот моем, да. Собака шерстокрасит. Не в первый раз. Какие ещё аспекты, вот если сравнивать взрослых и детей, отличия? А ещё ребёнок развивается в определённом пространстве, которое взрослые для него создают, в котором он достаточно, бывает достаточно безопасности, да, действительно, взрослый некоторым образом отвечает за то, чтобы он не разбился. Вот хотя есть некоторые гипотезы о том, что если ребёнка поместить, ну, некто, там, с двух-трёх лет в уже живую природу, там, в лес, там, и так далее, он сам себя убить не сможет. То есть это очень тяжело. Природа устроена таким образом, что он забирается только на ту высоту, на которую он может забраться, с которой он, соответственно, может упасть, ну, что-то повредить. Самосохранение, но при этом городская среда, она отличается от природной, и в городской среде намного больше опасностей, и эти опасности сделал человек. Машины, высотные здания и так далее. То есть вот от этих опасностей у ребёнка нет врождённого понимания, как вот врождённого инстинкта, как их обойти. И вот в этом плане взрослый нужен для того, чтобы это показать, как это работает и в чём опасность этих моментов. «Время и дети» в эфире «Пилот-радио». Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей «СОВУМ», и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками», арт-педагог, и я, Марина Семёнова. Разбираемся, чем же взрослый отличается от детей. А сейчас хотелось бы всё-таки услышать детское мнение, что же они думают о нас. Давайте послушаем. Детское мнение. Взрослые – это родители, которые учат своих детей. Это родители смотрят за детями и любят их, но чуть-чуть наказывают, их очень любят, любят и отмочат с бабушками, с дедушками ночевать. Взрослые – это родители, которые помогают детям делать домашнюю работу. Родители – это люди, которые живут со мной в одном доме и могут поддержать, когда нужно и когда не нужно. Это такие, которые плют взрослые таблетки и вырастают. Родители – это наполовину добрые люди и люди, которые покупают вкусняшки, кока-колы и все разные игрушки. Детское мнение. Взрослые глазами детей ваши комментарии экспертные. Ну, да, возьму первую скрипку. Мне кажется, что то, что мы послушали, есть много общего. Причем некоторое общее я бы определил к вложенному уже с детства. Это безграничная любовь. Каждый ребенок проявил в своих словах любовь. То есть к родителям, и что родители их любят. Они чувствуют любовь, они готовы дать. К этому вопросу я, может быть, вернусь, потому что это такая очень интересная тема. И второй вопрос, что все-таки взрослые чуть-чуть строгие. Вот, да, то есть, опять же, проскальзывала. Дети чувствуют это, да. Чувствуют, конечно, строгость. Они могут говорить, наказывают, и все. Но опять-таки в голосах не было ни испуга, ни злости. Они понимают, что некоторая строгость может быть правильная где-то. И еще, что мне понравилось, это помощь. Помогает. Помогает, да, помогает. Через раз помощь, через раз помощь. И вот очень момент мне понравился, когда не надо. Когда не надо, да. Помогает тогда, когда не надо. Это уже, мне кажется, в личное пространство залезли просто. Конечно, конечно. И в данном случае помощь у родителей. Родители всегда готовы помогать детям и делать для них вот это вот пространство и среду, в которой они развиваются. Но очень часто дети понимают, что, и видят это, что это, можно, чересчур. То есть для них этого не нужно. Они в мире могут более самостоятельно себя чувствовать и вести. И вот это вот очень важно, понимание детей. Главное вот его сохранить. То есть когда ребенок говорит, я сам, не надо его ограничивать. Вообще, это очень классно. Это, во-первых, классно. А во-вторых, я считаю, что, ну, вот мое личное мнение, что главное, что в ребенке надо уметь как бы воспитать, да, это ответственность и собственный выбор. То есть ребенок должен делать самостоятельный выбор и принимать за него ответственность. способом помочь, когда не нужно, вот как сказал мальчик, девочка. Один из детей, участников опроса. Да, один из детей, молодые голоса. Когда не нужно помощь, что может воспитать? Может воспитать прошение помощи, когда сложно. Чуть-чуть. Можем, но давайте попросим бабушек, дедушек, кто там рядышком и кто отзовется. Я не могу. И взрослый бежит на помощь, как Чип и Дейл, да, там. А они очень быстро это чувствуют и садятся на шею. То, что хитрость воспитывается одна из первых у детей. Это точно. Да, ну здесь могу добавить, что это очень хорошее создательное качество. Да, по жизни пригодится. А второе, что дети, они не то чтобы как бы в конфронтации какой-то к взрослым находятся, там и пытаются их объехать, а они пытаются взаимодействовать. Воспользоваться. Воспользоваться. Вот. На мой взгляд, это так взрослые видят этот процесс. У детей маленько другой подход, что им хочется решить какой-то свой вопрос, свою задачу, вот, и они пытаются это делать и до взрослого донести, что они хотят сделать. А взрослый через свою призму, да, может оценить это каким-то образом, вот, как использование. Причем самое интересное во всех этих процессах, вот то, что мы сейчас затронули, и в будущем, может быть, будем затрагивать поколенческая вот эта вот теория разных поколений, что разные поколения относятся по-разному к помощи другого и, соответственно, к самостоятельности при решении вопросов. Ну, наверное, еще в разный период своего взросления это разное отношение к помощи. То есть, если маленький ребенок вот как раз-таки сядет на шею и скажет, давайте, давайте, помогайте, наверное, да, то ребенок подросткового возраста скажет, не лезьте ко мне. Ну, там, понятно, идет пубертат, и все остальное, как бы, стеночка выстраивается быстро достаточно. Степень ответственности, вот ее формирование, да, взрослые и дети, то есть у ребенка, наверное, в принципе, не бывает какой-то ответственности. То есть вот он действительно творит, что хочет, и если мы понимаем, что разлить краску на пол это, ну, собственно говоря, наверное, не надо этого делать, то ребенок ему хочется, и он это делает. Хороший прям пример, да, потому что очень классный. В данном случае он, нет, ребенок изначально понимает, что у него все меры ответственности. Просто когда он делает, например, разливает краску, он не в том, что, смысл разлива не в том, что он хочет шалость сделать. Ему это было интересно. Да, ему это было интереснее, он изучал процесс, вот, а для изучения процесса необходимо произвести действие. А взрослый со стороны может посмотреть, как будто бы он просто так разлил краску и, ну, шалость делает. Зачем? Да, и тогда как бы вот он думает, а как же вот ответственный, что вот должно быть чисто, должно быть хорошо, там, правильно, вот, не надо пачкаться, одежду пачкать в первую очередь, там, и так далее. Вот, пытается вот к этой ответственности каким-то образом привязать. Но изначально у детей ответственность, она есть, потому что они себя ведут достаточно осторожно по жизни. Когда, если ребенка дать ему некоторую самостоятельность в передвижениях, он, передвигаясь даже по незнакомому пространству, он ведет себя очень осторожно. То есть он никогда не бросится под машину, то есть он будет сначала, он будет смотреть, что происходит, то есть как это обойти, там, и так далее. То есть эта чувствительность, она прирожденно есть. Главное ее не отрубить. Это вот, чтобы пример живой, просто живой пример. Дети в первый день в садике. Что они делают? Они сначала обходят все игрушки, смотрят, знакомятся с воспитателем. Ну, понятно, что у кого-то есть капризы, но вот у меня дочери пошли спокойно. Но тем не менее, они обошли игрушки, посмотрели, посмотрели на полочки, не трогая, где-то что-то погладили. Все. Они изучают обстановку, они понимают, где им будет безопасно и комфортно. И я думаю, что так же и в живой среде, когда они выходят во двор. Сначала она обойдет площадочку, прокатится один раз в горочке, потом пойдет это, потом выберет то, что интересно, и потом уже начнет чувствовать себя. Да, и здесь есть еще один практический пример. Есть некоторое исследование, и многие родители на своем пути видят, что если с самого маленького возраста ребенку дать нож, вроде как опасный предмет, то взаимодействуя с ним, когда он крайне осторожен, он найдет ту грань, где он опасность представляет, а где нет. И если ребенок взаимодействует с ножом, с острым предметом изначально, то есть нет у него ограничений, он привыкает к нему, и для него это естественный процесс. Но все равно под наблюдением взрослых. Да, но он никогда не обрежется. То есть это прям доказанная составляющая, он будет резать даже быстро, но он никогда не обрезается. Это очень странный эффект, когда вроде кажется, что он должен обрезаться, взрослый страхует на всякий случай, но этого не происходит, потому что они понимают соотношение, с какой у него есть возможность, как у него двигаются руки, как раз отличие, у него же тело растет, у него тело меньше, нож относительно его тела, он больше, чем относительно нашего тела. Вот. И вот эти все факторы он учитывает, и поэтому ему передавать опыт, например, как нужно резать ножом, бессмысленно. Для него нож – это другая штука, чем у взрослого. И он должен сам научиться им резать. И тогда будет на порядке. Да, вот к этому примеру самое интересное, что взрослый, получая опыт, начинает думать, что ребенок чего-то не умеет осознать, и еще зная страхи, которые с этим могут быть связаны, начинает накладывать все вот в эту структуру а-ля воспитание. Да, то есть, ну, и получается нечто интересное такое. Продолжаем программу «Время и дети» вместе с Артемом Федоровым, со основателем средообразовательных возможностей «Совым» и Павлом Хелько, основателем детского клуба «Вверх тормашками», арт-педагогом. Разбираемся мы, чем взрослые отличаются от детей. И слушали мы, конечно, уже мнение самих детей, да, что они думают о нас, о взрослых. Соответственно, тоже сделали выводы какие-то и для себя, надеюсь, радиослушатели наши тоже. Еще, наверное, такой немаловажный вопрос во всей этой теме. Что же мы, взрослые, теряем с возрастом, да? То есть, наверное, кто-то сразу скажет однозначно, мы ничего не теряем, только приобретаем, да, мы приобретаем опыт, мы там одно, второе, третье, все только идет по нарастающей, но что-то, мне кажется, что не все так однозначно. Ваше мнение? Ну, начну я, как вот, по-моему, до этого уже говорил. Я считаю, что мы с возрастом теряем способность безграничной, безответной любить. То есть, как ребенок любит своего родителя. Просто так. Просто так, ни за что. Наказали – любит. Конфетку дали – любит. Не сводили в цирк – любит. Сводили в цирк – любит. То есть, ребенок любит всегда. Мое личное мнение, что мы это утрачиваем, и если у матерей заложен инстинкт, я, к сожалению, не мать или кальтистная, вот, да, но я думаю, что у матерей это ближе, все-таки остается что-то, да, то отцам приходится этому учиться заново, вот. А у ребенка это есть. А с возрастом, ну, так или иначе, мы начинаем утрачивать эту способность. Вот, а по моему взгляду, одна из штук, которая, да, сильно теряется, это чувствительность. Чувствительность к миру, чувствительность к тому, что происходит вокруг. Потому что с какого-то момента, вот, переход во взрослое состояние, оно может происходить очень одномоментно практически. А в этот момент взрослый понимает, что он понимает мир, и все остальное, в принципе, понятно. То есть у нее костенеет некоторым образом эта структура, и дальше он ее меняет только вот совсем понемногу, и это не позволяет приспосабливаться к резким изменениям. Если в мире, в городе или где-то еще происходят изменения достаточно существенные, к ним приспособиться очень тяжело. Дети приспосабливаются мгновенно. То есть для них без разницы, какого масштаба будут изменения происходить, они сразу же перестраиваются, и для них это нормально. Вот эта способность, она очень важная в современном мире, потому что мир меняется быстро. И быстрее, и быстрее, и быстрее. С каждым разом все, как бы скорость возрастает только. И поэтому вот эта способность чувствовать и меняться, она очень важна. И максимально бы хотелось, чтобы взрослые ее сохраняли, потому что она очень потом пригодится, когда они будут со своими детьми взаимодействовать. Вот эта чувствительность и понимание того, что дети делают, вот это вот, она очень важна для понимания. Мне кажется, еще тоже, наверное, мы теряем это с возрастом, такой позитивный взгляд на мир, наверное, улыбки на лицах детей, мы их видим постоянно, они всегда рады, у них действительно удовольствие, получил конфетку, это умеет радоваться малому. Мы это теряем, вот это вот, наверное, такое у нас чувство пропадает, что, наверное, этому даже стоит учиться у своих детей, радоваться каждому дню, что-то в нем хорошее, находить, улыбаться, улыбаться друг к другу, не ходить с угрюмыми лицами. Да, и вот просто и вдогонку, и к Артему, и вот к вам, Марина, эмоции. У взрослого человека эмоции очень сильно притупляются, то есть эмоционально он может различить, конечно, там злость, обиду, веселье и еще что-то, да, а эмоции изнутри себя он выпускать не умеет. Если ребенку обидно, он заплакал, он выпустил это все. И ребенку хорошо, весело, конфетка там или еще что-то, да, он веселится, он радуется, он прямо выплескивает. Взрослый выплескивает радость чуть чаще, какую-то обиду зажимает в себе, отчего иногда и происходят у нас нехорошие штуки с организмом, и с психологией, и со всем остальным психикой. Вот, да, и по поводу того, что радоваться, да, поскольку у них восприятие реальности чуть-чуть покороче, и они, когда развиваются, они переходят на ступеньки следующие, в этот момент у них, ну, стирается очень много предыдущего понимания, и в данном моменте для них сегодняшний день он крайне важен. Такая вот темперамент, такая оперативность действия и жизни, что она сейчас происходит, это очень важное, да, ощущение. Здесь и сейчас. Да, 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 именно так. И вот здесь и сейчас еще классная штука, мы, взрослые, разучиваемся делать то, что нам нравится. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Потому что ребенок... Потому что мы начинаем на завтра переносить зачем-то там. Или думаем, что сейчас вот тут лучше, а потом это... Наверное, те же самые встречи с друзьями, да, когда вот ребенок, например... Друзья, работа. Он бежит, забыв про все на свете, нам же нужно чуть ли не месяц планировать встречу. Конечно, это связано и с друзьями, и с работой, и с хобби, и с занятием спорта. Мы то перекладываем, то не хотим, то понимаем, что тут вроде как все согрето. Ищи пичинные поводы. Ребенок играет в конструктор, надоело бросил, пошел рисовать, надоело разлил краску, пошел брить собаку. Конечно, конечно. Вот. Включение и здесь сейчас самое важное. Ну, кстати, видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Слушатели «Пилот-радио» и читатели Твериграда могут предложить также свои варианты тем для обсуждения в наших следующих программах или, может быть, вас что-то тревожит в поведении вашего ребенка. Вы не знаете, что делать, вам нужен совет. Пишите нам на WhatsApp номер плюс семь девятьсот двадцать шесть девять три пять четыре восемь два. Номер будет у нас, конечно, написан на портале Твериград. Пожалуйста, можете обращаться туда. Тема следующей программы «Время и дети» гаджеты, их вред, польза, все, что с ними связано, как мы к этому относимся, что делать, что не надо. На этот же номер плюс семь девятьсот двадцать шесть девять три пять четыре восемь, да, два. В WhatsApp ждем ответы ваших детей на вопрос «Зачем нужен вам телефон, планшет?» Пусть ваши детки тоже как-то поучаствуют, да, ответят на этот вопрос. Зачем им нужен телефон, планшет? Вы, наверное, если слушали нашу программу целиком, то слышали, что мнения детей очень интересные. Вам, наверное, тоже будет интересно знать все-таки, да, как-то обоснование. Аудио с ответом ребенка должно быть не более двадцати двадцати пяти секунд. Номер я еще раз напомню. Плюс семь девятьсот двадцать шесть девять три пятьдесят четыре восемьдесят два. Ждем ваши сообщения, аудиосообщения в WhatsApp. Ну, а теперь, наверное, у нас пришло время играть. Сразу скажем, что сегодня будет очень все просто, легко. Мы просто зададим вопрос. Нужно вам будет вспомнить очень интересную историю. Вот как часто вы впадаете в детство, да, каким образом? Расскажите самые, наверное, интересные случаи. Если у кого-то есть какие-то свои, ну, коротенькие истории, минутку на две, мы готовы вас выслушать прямо сейчас. Каким образом вы впадаете в детство? Что вы делаете, да, как развлекаетесь? Семьдесят восемь, семьдесят семьдесят. Можно позвонить. Призом у нас является книга «Острова». Шестнадцать проектов свободного образования. Можем ее вручить тому человеку, который расскажет нам либо прямо сейчас в эфире свою историю интересную, как он развлекается, впадает в детство, да, либо тому человеку, который нам напишет свою историю в WhatsApp. Ждем также вашей истории. Плюс семь, девятьсот двадцать, шестьсот девяносто три, пятьдесят четыре, восемьдесят два. Книга «Острова» действительно очень интересная, особенно для тех, кто хочет знать, как может быть не в школе. То есть проблемы, вопросы альтернативного образования. Еще раз напомню, что следующая тема нашей программы «Гаджеты, их вред и польза». Мы ждем ваше мнение, мнение ваших детей на наш номер в WhatsApp. Плюс семь девятьсот двадцать, шестьсот девяносто три, пятьдесят четыре, восемьдесят два. Скажу спасибо вам за сегодняшний эфир. Ждем мы тогда, наверное, наши все ответы слушателей. И обязательно вручим пресс, расскажем, кому он достался в нашей следующей программе. До свидания. Всего доброго. До свидания. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети».